Антивоенный кандидат в президенты Борис Надеждин заявил, что ЦИК откажет ему в регистрации. Он намерен обжаловать это решение в Верховном суде. Окончательно оно будет объявлено завтра. До этого в ЦИК заявили, что в подписных листах Надеждина обнаружено свыше 15% забракованных подписей. По закону брака должно быть не больше 5%. Мало кто из оппозиционных политиков или экспертов верил в то, что Кремль допустит кандидата с антивоенной позиции к электоральному мероприятию. Именно так политологи называют предстоящие в марте выборы президента Российской Федерации, поскольку результаты уже очевидны. Вот как положение дела специально для Молдовы-1 описал политолог, директор проекта Ре-Раша Кирилл Рогов. 31 января Надеждин принес 105 тысяч подписей в Центр избирком. Уже на следующий день их оцифровали и отправили на проверку в МВД. Там было отбраковано примерно 15%. Надеждин уверяет, подписи верны. Проблема возникла именно на этапе оцифровки документов. Кирилл Рогов уверен, то, что Надеждина вообще допустили к сбору подписей, это не что иное, как просчет властей. С одной стороны, может быть, и не предполагали, что будет, я думаю, что не предполагали, что будет такой ажиотаж. И в этом смысле это оказалось просчутыванием почвы. Но это так случается в таких закрытых авторитаризмах, что мы узнаем о реальной картине предпочтений. Она фальсифицирована режимом, и поэтому и мы, и режим узнает о том, что все не так, как представляется. Вот в таких как бы случайных упущениях, в таких случайных ошибках власти, когда выясняется это. Но в этом смысле это является и сигналом для властей, что вот здесь есть потенциал, который они недооценивали, и они теперь будут относиться к этому внимательнее. Чтобы поставить свою подпись за Надеждина, который баллотируется от непарламентской партии «Гражданская инициатива», выстраивались огромные очереди в городах России, а также за рубежом. И это было единственно возможной легальной формой протеста против войны в Украине. Ведь с Надеждином здесь вопрос не только в очередях, а в том, что он вот в этот период, когда у него легально идет практически предвыборная кампания, он ищет способ высказываний против войны, которые как бы являются легальными. Они находятся в рамках легальности, но в то же время это антивоенная позиция. И с этой точки зрения он особенно опасен Кремлю не с тем, сколько он может набрать процентов, а именно тем, что вот этот дискурс, этот новый способ говорить против войны в рамках легального поля, он будет востребован людьми в России, теми, кто боится выступать радикально против войны. И в этом самая большая опасность для властей. На данный момент Центр избирком зарегистрировал лишь четырех кандидатов в президенты. Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Дванкова. Ну и, конечно, Владимира Путина. Примечательно, что из 60 тысяч подписей в его поддержку ЦИК забраковал только 90.